привет ребята с вами андрей канал сделайся сам и сегодня у нас на ремонте жидкокристаллический телевизор toshiba модель у вас на экране симптомы у него следующие есть звук нет изображения я сигнал пока не подключал посвятил фонариком включил нажал меню и вижу проявление слабо контрастного изображения но это за счет того что свет от моего фонарика светит в экран иначе бы мы не увидели то есть светодиоды даже совсем совсем не подсвечивается это свидетельствует о том что либо они исправны блоки питания нет выхода напряжения на светодиоды либо обрыв и конкретный обрыв светодиодов разбираем измеряем напряжение на драйвере который идет на светодиоды если оно отсутствует значит ищем неисправность блоки питания если напряжение есть значит разбираем снимаем матрицу добираемся до светодиодов и меняем неисправность светодиоды если это один если их несколько то есть более двух то здесь имеет смысл поменять всю планочку одну там или несколько вы можете видеть здесь вот такая интересная конструкция вот эта нижняя часть снимается и здесь находится блок питания сейчас мы открутим винты блока питания отсоединим его посмотрим на пайки посмотрим на состояние конденсаторов и потом произведем замеры здесь на драйвере на драйвер я вижу идут не два провода 6 проводов значит последовательно здесь прямо на разъеме соединение произведено щупаем сканируем конденсаторы на вздутие вздутых конденсаторов нет здесь как бы внешне все в порядке выгоревших элементов тоже нет переворачиваем смотрим внимательно здесь см до исполнения тоже никакого преступления я не вижу а а вот и ответ на наш вопрос вот видно подходит какое-то значение напряжение вот перемычки стоят последовательно и вот уходит но это так образно говоря ток входит и выходит замечательно выходит смотрим по полярности вот скорее всего конденсатор здесь стоит или нет да вот он конденсатор вот здесь минус то есть вот это получается минусовая сторона а вот это плюсовая значит здесь должен быть плюс здесь должен быть минус какое напряжение ну скорее всего вольт 50 точно здесь должно быть измеряем напряжение здесь на крайних точках если напряжение присутствует значит разбираем оставшуюся часть телека но здесь уже все становится интересно берем щупы давайте для интереса измерим напряжение на нашем конденсаторе что я вам только что показывал для этого прикоснемся на его выводы 85 86 вольт 63 уже чё-то непонятно может он уже в сон упал опа он засветился ничего себе ребята засветился вижу подсветка работает вы такое видели то есть неисправность блоки питания это очень интересно теперь нам следует стопроцентно выяснить в чем была неисправность значит подсветка живая это очень хорошо вообще замечательная неисправность что она есть блоки питания но ремонт усложняется тем что это как бы периодическая скорее всего неисправность связано с неисправностью какого-то элемента который то работает то нет или где-то пайка то есть то нет ну что будем искать так вот я не досказал во что я вам хотел показать напряжение я только что предварительно тоже измерил было 85 вольт на конденсаторе а на выходе его не было этого этого напряжения то есть скорее всего где то какой то элемент отваливается сейчас поищем значит сделал я осмотр и вы знаете но ничего не вижу но есть подозрительная вот здесь моменты вот здесь но сказать что криминал но не скажу но здесь есть подозрение вот кстати наш конденсатор вот я здесь измерял когда она появилась но есть что-то подозрительное но не скажу что что печаль какая-то страшная микросхема это операционник она пропаяна нормально здесь получается вот эта часть схемы это драйвер именно здесь происходит регулировка потоку вот эта часть схемы здесь получается преобразователь вот этот конденсатор на котором я как раз измерял я одну ногу начал паяльником греть и он у меня вынулся я так хорошо потянул ну это мое предположение но я на всякий случай проверил все электролитические конденсаторы и вы знаете что оказалось я не ожидал даже такого все электролитические конденсаторы оказались на несколько порядков лучше по параметрам особенно по ESR чем новые китайские конденсаторы которые я покупаю не самые дешевые кстати так что это действительно старенькая тошиба я конечно поражен этим качеством конденсаторы здесь значит показывали основном 02-03 ома при том что они высоковольтные обычно на 160 вольт и емкость у них отличалась буквально на пол микрофарада так что это очень круто пропаял я всю плату подозрительные пайки запустилась она у меня без вопросов сразу же я взял отверточку с резиновой ручкой прорезиненной и стучал 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 в основном в этой области в области драйвера и здесь все very good поэтому я считаю что можно поставить на прогоночку может даже поснимать там какие-то видосы про приставочку там или еще что нормально так показывает тошиба как-никак да хороший аппарат приятно поглазеть все ребятки до новых встреч пока пока а